Менты слушали группу Порумфильна, и я думаю, что до сих пор слушают. Ну а теперь они, эти люди, которые были поклонниками этих артистов, которые ездили на нашествие, они с автоматами убивают людей. Эти люди продолжают сейчас слушать Гребенчукова, и «Поезд в огне» им кажется песней про киевский бандеровский режим. К сожалению, многие люди песни слушают жопой. Расскажите о себе. Максим Фролов, 31 год. Я родился 1 августа 1992 года в славном городе Владимире. Примерно с 4 или 5 лет я жил в Москве. Я там начал заниматься музыкой, я там отучился в Московском государственном университете на факультете философии, а именно на кафедре философии и религии. Война и неизбежная эмиграция, они как бы украли мою самоидентичность. Я был Максим Фролов, парень из Москвы, играющий на гитаре, поющий в рок-группе. А теперь всего этого в моей жизни нет. Я человек, который не понимает, кто он такой. То есть какое-то время я старался строить иллюзию, что в моей жизни все может быть так же, как раньше. И я тогда буду тем же самым Максимом Фроловым, которым я был всегда, и которым, ради судьбы которого, будущего которого, я положил там достаточно много лет своей жизни. И все это одномоментно было просто разрушено. И в данный момент у меня нету никакого понимания о том, как рассказывать о себе. Глубокий сон, в нем растворяюсь я, теряю я себя. Как ваша жизнь изменилась после 24 февраля? Вот у меня было ощущение, как в кино, когда у меня утром, там, в 6-7 утра будет жена, и говорит, так вот, как в кино, война началась. И я прям помню, как у меня, я даже не знаю, как это описать состояние. Я, как человек, склонный к думскроллингу, просто потом несколько недель провел вообще не вылезая из соцсетей. И мы, наверное, довольно быстро поняли, что нам надо уезжать. Я на тот момент был менеджером в московской пангруппе «Тараканы». Группа к тому моменту уже оказалась запрещенной везде, где можно было быть запрещенной. Стало понятно в тот момент, что то будущее, которое я для себя видел, ну, было очевидно, что та музыка, которой я занимаюсь, и с которой я работаю, больше невозможно в этой стране. Наверное, людям, которые были чуть более прозорливы, чем я, это было понятно и раньше. Может быть, даже уже, там, после 14-го года было много историй о том, как ныне любителя русского мира рэпера Хаски запрещали, его в защиту выступали и Нойз МС, и Баста, и Оксимирон. Для меня решительно, явно стало очевидно, что та жизнь, о которой я мечтал, невозможно больше в России. И, кроме всего прочего, стало сразу понятно, что гайки будут закручиваться. Почему-то не было никаких сомнений, что надо было готовиться к переезду, и мы так плавно-плавно-плавно начали готовиться, и в конце апреля, начале мая мы сели в машину, собрали чемоданы, взяли кошку, и просто все вместе уехали в никуда. До конца не понимали, у нас были туристические шенгенские визы. Мы приехали к друзьям в Швейцарию, которые готовы были нас принять, и вообще не понимали, чем мы будем зарабатывать на жизнь, что мы будем делать, как мы будем жить дальше. Но казалось важным, чтобы хотя бы у нас был небольшой запас, потому что все тогда, наверное, как и мы, могли планировать, дай бог, на 2-3-4 дня неделю. И трехмесячный гэп, вот трехмесячный отрыв того, что мы находимся в безопасности и можем планировать свою жизнь, он казался чем-то очень-очень важным. Тогда же, одновременно с этим, мне позвонил мой друг и коллега по группе «Тараканы» Дима Спирин, и у него появилась идея проехать в акустический тур с песнями «Тараканов» по местам новой эмиграции. Добрый вечер, друзья! Меня зовут Дмитрий Спирин, а это Максим Фролов. Меня мы, вы могли знать по участию в группе «Тараканы», распавшейся не так давно. Но Максим до сих пор думает, что играет в российских группах, которые называются «Not a Single Break» и еще одна группа под названием «Радио Африка». Маленькие шажочки, которые напоминали мне о прошлой жизни. То есть я сижу на сцене, играю на гитаре, а люди в зале поют песни. Этот тур у нас было там порядка 14, наверное, концертов. От Тель-Авива до Хельсинки и до Сарбрюкена и Цюриха. Он очень был полезен для меня, и это мне помогло, помогло вот перелом этот пережить. Конечно, жизнь сломалась полностью, и как мне не так давно сказал мой один американский друг из достаточно большой пан-группы «They stole your identity», что значит, они украли твою идентичность, они украли то, кем ты являлся. Я смотрю на эти листья, то, кем стал теперь, 10 лет назад, 10-й класс. Каждый выходил в челюсть собственной людей, кто вас, значит, ждал снаружи нас. Чем вы занимаетесь в эмиграции? Я работаю в компании, которая занимается организацией концертов, туров. В большинстве своем это как раз-таки запрещенные в России артисты. Мне повезло встретить за последний год кучу суперкрутых людей, осознать, что какими бы большими звездами и легендарными они не были, они мыслят в чем-то так же, как и я. Я почувствовал себя не одиноким, я почувствовал себя близким тем людям на творчестве, на мыслях, на картинках, которых я рос. Почему так мало музыкантов выступили против войны? Они выражали свою политическую позицию, а теперь они вынуждены играть в других странах, потому что в России они запрещены, например, B2 или SPLIN. Что же до тех, которые молчат или в открытую поддерживают так называемое СВО и выступают на дне государственного флага, в Севастополях? Есть немало групп из, так сказать, нашей тусовки, из панк-рок-тусовки, от которых мы ждали того, что они не смогут смириться с тем, что происходит. Например, группа Distemper, которая всегда была антифашистской. И от таких групп, конечно, мы не то чтобы ожидали геройства, но ожидали того, что они, по крайней мере, не будут просто молча продолжать играть свои концерты, так как будто ничего не случилось, выходя на одну сцену на одних фестивалях с Сергеем Галаниным, группой 7B. Наверное, у них нет представления, так же, как и у меня до сих пор его нет, о том, как им строить новую жизнь за границей. И, наверное, они думают, что они на своей земле, и они имеют право заниматься тем, чем они занимались всю свою жизнь. И, может быть, эта позиция имеет право на существование, но, по крайней мере, вы могли бы не выходить на сцену перед Галаниным и не выступать на фестивалях, на которых открыто Z-пропагандирующие группы выступают. Люди не хотят терять тот комфорт, в котором они жили всю свою жизнь, как и все мы. Сейчас у всех этих групп почти растет популярность. Те артисты, которые на фестивалях выступали в 4 часа дня на главной сцене, теперь выступают в 9 часов вечера, они большие хедлайнеры. И это очень соблазнительно. Могло бы что-то измениться, если бы музыканты объединились и выступили против войны? Я не верю. Я не верю. Как пел классик, сколько бы мы ни пели, все равно что молчали. То есть все... Ну, кто-то же слушал Гребенщикова, кто-то же слушал Макаревича, кто-то слушал группу порнофильма. Менты слушали группу порнофильма. И я думаю, что до сих пор слушают. Ну, а теперь они, эти люди, которые были поклонниками этих артистов, которые ездили на нашествие, они с автоматами убивают людей или нажимают на кнопки, пускающие ракеты по домам. Ну как? Это же невозможно. Для них артист... Ну, это прям по Ролану Барту, смерть автора. Вот есть песня, а вот есть артист. И на его позицию, в принципе, насрать, кто он такой. И я думаю, что они продолжали... И я думаю, что они, эти люди, продолжают сейчас слушать Гребенщикова. И «Поезд в огне» им кажутся песни про киевский бандеровский режим. А песни группы «Тараканы» им кажутся песнями... Антивоенные песни, которые, ну, невозможно по-другому считать, но они им кажутся песнями против войны в Донбассе. Поэтому я думаю, что, к сожалению, многие люди песни слушают жопой. И им не так принципиально. Какой месседж там был скрыт? И даже если представить, что вся русская рок-сцена поднимется и эмигрирует, и скажет, что вот путинский режим такой и сякой и плохой, это ничего ровным счетом не изменит. В сознании масс очень быстро сработают другие психологические инструменты. Пропаганда очень быстро подхватит, как все эти артисты сидят на подсосе у госдепа, бегают за печеньками, предали своих поклонников. Ну и все. Найдутся новые герои, которым принципы и антивоенные позиции будут просто насрать. И когда все нынешние, если мы говорим о том, что все нынешние поднимутся против и скажут свое фи, ну, появятся через год новые. Или придумают что-то как такое, чтобы... Ну, шаман, ну, не было же шамана. Вот теперь есть большая стадионная звезда. Вы занимались гражданским активизмом? Нет, к сожалению, никуда дальше, чем посты в соцсетях, исполнение каких-то песен на сцене, продвижение каких-то идей общечеловеческих, общегуманистических, антигомофобных. Ничего конкретно антипутинского, антиправительственного и антинародного, как нынче теперь уже, наверное, надо говорить, я не делал в своей жизни. Когда об этом думаю, понимаю, что я не имею, наверное, никакого морального права осуждать сейчас тех людей, которые не уехали, не выступают против, не кричат со сцены о том, что надо свергать власть и так далее. Откровенно говоря, в 2014 году, я уже не говорю про 2008 год и Грузию, я вообще не очень врубался в то, что существует необходимость проявлять свою гражданскую позицию. Мне было там, в 2008 году мне было 16 лет, в 2014 году мне было, соответственно, 22 года. Я занимался своей подростково-тинейджерской молодой жизнью. И мне казалось, что жизнь людей вокруг меня станет лучше, если каждый просто будет честным, порядочным и будет заботиться о том, чтобы делать свое дело искренне, искренне, с душой и просто быть классным чуваком. Потому что когда вокруг все будут классные, будет хорошая музыка, мы будем ездить открыто в Европу, дружить со всем миром, то ничего плохого здесь не может случиться. Мне кажется, что это вполне логичная позиция. Человек, который не лезет в политику. Но ошибка заключается в том, что мы, к сожалению, как нация, как страна, не сформировались и не пришли к тому, что гражданин может большую часть жизни посвящать своим делам. Он должен быть полноценной частью общества, формировать общественные идеи, помогать оппозиционным политикам, оппозиционным журналистам, независимым журналистам. Все это наша обязанность. Это не право, не какая-то блажь. Как мне кажется, думают люди, которые говорят, ну мы в стороне от политики. Они думают, что, значит, вот Медуза, Дождь и Инсайдер живут на деньги Сороса, и у них все хорошо, они там жируют и как-то что-то там пытаются донести свои, значит, вот эти вот либеральные идеи. Ну, на деле я, когда погрузился, познакомился с этими людьми, это все люди, которые очень искренне верят в то, что они несут в массы, как любой человек, который борется с чем-то, им нужна поддержка. Даже если эта поддержка выражается в каких-то минимальных вещах. Этим людям нужна была наша поддержка, а мы просрали тот момент, когда у них и у нас у всех был шанс сформировать то общество, в котором бы, наверное, уже не требовалась эта перманентная борьба. Я не вижу, вот во всех этих странах, в которых я сейчас нахожусь, я вижу, что люди несут ответственность за то, как они живут. Они понимают, что они могут спросить своей власти за налоги, они понимают, что они могут спросить своей власти за то, за это. И в конечном счете они проголосуют своим голосом. А у нас требовалось гораздо большее участие. И, конечно, я почему-то, наверное, намеренно, неосознанно, но в какой-то степени намеренно отказывался принять ту мысль, что от меня требуется не просто, увидев на улице пустую пластиковую бутылку, взять ее и отнести ее в мусорку. От меня требуется что-то заметно большее, потому что мы, как общество, находились в состоянии борьбы. Борьбы за наше будущее, которую во многом из-за таких мыслей, которые были у меня, мы, наверное, и проиграли. Потому что казалось, что уже все хорошо. Все. У нас айфоны, у нас чемпионат мира по футболу, мы со всеми дружим, а то, что там Путин на мюнхенской речи толкал, ну, какую-то, так, херню сказал, просто попугать всех. Ну, а то, что он отхерачил там, блин, часть территории Грузии, ну, наверное, что-то там они не поделили. Ну, мне было 16 лет, я себя оправдывал тем, что ну, а что я, а что? Крым, ну, это вообще... Это как раз-таки, наверное, тот момент, за который я себя уже осознанно могу винить, что, ну, в 14-м году могло что-то щелкнуть в голове, ну, не щелкнуло. Почему многие россияне поддерживают войну? Не так уж много людей в России поддерживают войну в духе того, что вот сейчас пойдем и всех уничтожим. Вот они там, нацисты, бандеровцы и наркоманы, мы сейчас пойдем за Святую Русь их убивать. Я искренне думаю, что если бы завтра Путин сказал «Все, значит, так уж случилось, что необходимо отдать Крым, Донбасс, часть Херсонской области, часть Запорожской области, потому-то, потому-то и потому-то», большинство россиян точно так же бы его поддержали. Если бы он нашел десяток причин, которые поверхностно казались бы аргументированными, я вообще не вижу никаких проблем. Точно так же бы. Поворчали-поворчали 10-15% гирькиных стрельковых и прочих вот этих вот активистов, и все. И нормально бы. Как? У нас же происходят такие вещи, с которыми не может, в принципе, смириться ну, ни один нормальный человек. Под Тверской областью сбивают самолет, или он взрывается. Никто ничего не объясняет. И никто не задает вопросов. Окей, сбили. Ну, значит, так надо. Да. И это же логика вот этой вот, ну, человека, который максимально дистанцировал себя от управления и вмешательства в дела своей страны, в политические дела. Эта логика говорит, там наверху не дураки сидят. А раз там не дураки сидят, ну, значит, если они отдали Крым обратно, ну, значит, так надо было. Ну, значит, у нас не было другого выбора. Значит, нас вынудили. И, как говорит Владимир Владимирович, нас обманули, когда сказали, что в Украине бандеровцы, нацисты и наркоманы. Нет их там. Ну, все, новые данные разведки. Все, извините. А то, что ваших детей вернули в пакетиках, ну, ничего, новых нарожайте. Что не так с Россией? Человек последние сотню лет, а то и больше, живет в состоянии, что его постоянно ебут. Все, кто только может. Одни, вторые, третьи, менты, бандиты, компартия. Ну, как? Ну, как он мог взять и сформироваться? Ну, у нас все против того, чтобы человек себя ощущал достойным, того, чтобы с ним обращались классно. Вот мы сейчас живем или путешествуем по всем этим прогрессивным странам. И я просто вижу, что люди понимают, что человек это звучит гордо. Что, ну, нельзя просто так им взять и сказать, ну, вы вот теперь будете жить на 12 тысяч рублей пенсии. Они этого не поймут. Они скажут, да как так-то? Нет, ни хера. Мы всю свою жизнь налоги платили и горбатились на вас. И, конечно, есть легкая, как мне кажется, не незрелость, а просто необразованность, тоже грубое слово, но не донесли людям то, что они могут требовать, что правительство, президент, Госдума это наемные нами менеджеры. Мы их как наняли, так же можем и уволить. Если нас не устраивает то, как они ведут свою политику. Не свою политику, они же от нашего имени политику ведут. Меня не устраивает, дорогой Владимир Владимирович, что ты решил вот так вот сделать. Мне не устраивает, что твой друг Сечин зарабатывает миллиарды, что Миллер зарабатывает миллиарды, а бабушки, которые горбатились всю свою жизнь, получают 10 тысяч рублей пенсии. Я хочу проголосовать против тебя. Ну, сколько смысл в этом голосовании? Этим людям не донесли это. Это не их вина, наверное. Ну, отчасти вина. Да, можно сказать, что у вас существует интернет, у вас существовали независимые СМИ, у вас существовала возможность политически и социально повзрослеть. Вы этого не сделали. Но как это может сделать человек, в культуре общества которого... Но это не являлось доминантой. Сперва экономика, потом возможность влиять на политическую жизнь. Я думаю, что так. Если человек думает о выживании и о том, чем ему накормить своих детей, ему некогда читать независимые газеты, медиа, философов, книжки... Ты постоянно живешь в тревоге о том, что с тобой будет через неделю, две, три, четыре, пять. И эта тревога связана в том числе с экономической твоей стабильностью. Мы не успели, как нация, мы не успели начать зажиточно жить. То есть мы шагнули в начале там нулевых годов, шагнули в эту классную жизнь. Днефть дорогая, классное кино, дружим с Европой. И вот это все. Мы прыгнули на эту ступеньку экономического развития. Как-то они так ловко этим воспользовались, пока мы не успели очухаться и по пирамиде Маслоу дальше идти, идти, идти к самореализации, к саморазвитию. И прийти к тому, что мы достойны чего-то большего, чем просто классных шмоток, кино и еды, и немного денег. Что мы достойны того, чтобы жить классно в стране, которую хочется показывать людям, которой хочется гордиться, которую хочется оставлять детям и внукам. Чего вы боитесь? Ну, кроме того, что я боюсь того, что с каждым днем, днем, новым днем умирают все больше и больше людей в Украине, и что в России все больше и больше людей сажают по надуманным статьям, все больше и больше жизни рушится просто в связи с необходимостью бежать. Говоря о себе, я боюсь того, что я никогда не смогу вернуться в Россию. У меня есть такой страх. Я еще пока не смирился с тем, что моя жизнь перечеркнута буквой Z, но новую я уже срежиссировал, как говорит Нойз. То есть я свою жизнь еще не срежиссировал, и у меня есть ощущение того, что я скучаю, я бы хотел побывать в России, для меня это важно, и я боюсь, что я, возможно, никогда не смогу этого сделать. Я боюсь того, что все, что угодно может случиться с моими родителями. И я нахожусь далеко, я не могу помочь, я не хочу прожить остаток дней, проклиная всех и жалуюсь на свою жизнь. Это, наверное, в принципе, свойственно людям думать о том, что вот молодость уходит, все самые классные моменты позади. Но сейчас это особенно явственно. Мне кажется, что того, что было в моей жизни, уже не будет в том смысле, что такого крутого, насыщенного, яркого и классного времени, в котором ты знал, что у тебя есть перспективы. Сейчас я живу в мыслях о том, что перспектив у меня никаких нет. и я боюсь того, что я не смогу придумать для себя новые перспективы, не смогу придумать для себя новые горизонты, новые ступеньки, на которые бы я хотел взобраться. Я просто просыпаюсь иногда и думаю, ой, скорее бы я снова уснуть. Все, что я сегодня буду делать? Нечего мне делать, грустно мне, идей никаких у меня нет, что мне делать. И я просто сижу и думаю, ну, вечер наступит, лягу спать. И так я не хочу, я боюсь того, что я буду зависну в этом состоянии на достаточно долгий срок. Вот чего я боюсь. Я со всей вот этой ностальгией по прошлому, по своей жизни, которую я строил кирпичик за кирпичиком, которая мне очень нравилась и которая сулила мне какие-то перспективы, какие-то классные достижения, я скучаю безумно по этому всему. И я скучаю по России. Я думаю о том, что вот если бы я сейчас вернулся, это все бы в мою жизнь вернулось моментально. То есть перемести меня туда и все проблемы решены. Все, я снова могу жить как прежде. Но я поймал себя на мысли, что на самом деле скучаю я по утерянному прошлому, которое не вернуть. И его не вернуть перемещением в географическом пространстве. Даже если сейчас вернуть меня в Россию, к родителям, друзьям, в индустрию, где я всех знаю и все знаю, где я могу взять гитару и начать играть музыку, эта жизнь уже не будет прежней. И, наверное, я скучаю по вот этому вот призраку своей жизни. Ее нет, но я еще не осознал, что ее нет. И вернуться в нее я не могу, и я уже это понимаю, что я не могу в нее вернуться. Мозгом понимаю, а душой нет. И хочу, и мне иной раз порываюсь, я думаю, да ну его нахер, все, надо ехать в Москву. Ну как-то же, они все там живут, как-то они ходят не в Старбакс, а во что-то там другое. Не в Макдоналдс, а во вкусные точки. На концерты не Металлики, а на ВК-фест. Как-то же они все радуются своей жизни и продолжают ее жить. По крайней мере, внешне это выглядит так. Но тут же что-то другое бьет по голове сзади и говорит, что нет, чувак, той жизни уже нет и скучать по ней не стоит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok